До самого главного праздника нашей страны еще несколько дней, но мероприятия, посвященные празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, уже идут. И здесь, около Дворца Спорта Видное, гостей встречает духовой оркестр и работает полевая кухня. Подкрепившись к каше, все гости отправились во Дворец Спорта, где на первом этаже была организована выставка рисунков. Портрет деда. Выставка, посвященная празднованию 9 мая. Авторы – молодые художники, те, кто и не видели войны. А далее на второй этаж. Здесь каждый желающий может получить карточку на хлеб и ту самую георгиевскую ленточку. Расскажите, пожалуйста, что это за ленточка, кому вы их выдаёте? Акция георгиевской ленточки началась с 2005 года. И прошло уже почти 10 лет, а мы до сих пор её поддерживаем. И все с удовольствием получают эти ленточки, привязывают к себе на грудь и радуются вместе с нами. Радость со слезами на глазах. На хлебной карточке можно взять кусочек хлеба, того, военного. Норма, Надя. Мы раздаём людям хлеб по рецепту, по которому выпекали хлеб в годы Великой Отечественной войны. Вы видите, что он невзрачный, неказистый на вид, но он был очень дорог. Но не хлебом единым было время и для отдыха, и песен у костра. Но это взгляд молодого поколения на те сложные годы их жизни. Ветеранов, детей войны и тружеников тыла. Сегодня они готовы делиться воспоминаниями. Два дяди воевали, и оба вернулись. Один с ранением, а другой без ранения, слава богу, нормально. Один в морской авиации служил, а другой в пехоте воевал. Мы были в Эстонии в концлагерях. Шли почти пешком. Я у мамы на руках, второй брат с 1939 года, простите, за подол держался, сестра с 1933 года и брат с 1930. И был ещё папа-инвалид с Финской войны. Вернулись все. Потом уже поумирали и папа, и брат, старшая, и сестра старшая. Старшая сестра была участником Великой Отечественной войны. А во сколько лет она? 18 лет. Тётя у меня, материна и сестра, она служила в медсанбате. И вот я помню, когда они пришли с войны, это было вообще, ну, такое, такие красивые, все в орденах, медалях. Это было такое счастье. А далее концертные номера и, конечно, главная песня о победе. Хором. Стоя. Екатерина Чернышёва, Владимир Бижонов, Видное ТВ.